Добро пожаловать в мир Deus Ex. Для сегодняшней демонстрации у нас бесконечная энергия и патроны. Аликс, это Адам. Аликс, это Адам. Аликс, ты звучишь как хрень. Как ты чувствуешь? Я немного соори, но я все хорошо. Ты все хорошо? Да, я все хорошо. Я прошу worse. Как ты думаешь, что ты думаешь? Аликс, мои системы укрепляют немного, так что я хочу проверить. Если вы хотите встретиться, то... Что? Нет, 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 я все хорошо, ты просто оцениваешься. Это девушка был тяжелым. Дай мне звонок, когда вы услышали, окей? Хорошо, я буду. Talk to you soon. Open blinds. Доброе утро, Адам. Вы имеете одну новую сообщение. From? Давид Сариф. Play it. Адам, это Давид. Адам Дженссон попал в эпицентр террористической атаки. Теперь, спустя 30 часов, он проснулся в своей квартире. Он пытается прийти в себя, и кажется, что в его системах произошел сбой. Ему нужно решить эту проблему. Дело в том, что в Мэнкай Дивайдед в 2029-м, два года спустя после революции, появилось еще больше проблем. Общество раскололось еще сильнее, и множество компаний по работе с улучшениями тела просто обанкротились. А значит, ему придется положиться на черный рынок. И теперь, Адам Дженссон будет подчеркнуть на какое-то подстояние. Адам освежился, и теперь готов освежиться. Но для начала мы осмотримся здесь. Как всегда в стиле Deus Ex, материалов для исследования полно. Всякие читабельные архивы, бибуки, компьютеры, из которых мы узнаем, что движет Адамом Дженсоном, и об организации, на которую он работает. О состоянии мира, также у него полно имейлов от коллег, которые хотят, чтобы он с ними встретился, ну и так далее. Мы не будем показывать все детали квартиры, но, например, мы можем подойти к телевизору, посмотреть новости, или даже запустить вторичную миссию, которая не слишком критична для общего опыта. Сегодня мы сосредоточимся на главном приключении и отправляемся наружу. Миллер, это Дженсен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажется, у друга Дженсена, вот слова Коллера, проблемы с местной мафией. Мы обязательно посмотрим, что там. Но пока посмотрим на город. Мы пока что находимся во дворе, у дома, где живет Дженсен. Само собой, мы можем полазить по квартирам, найти лут, узнать всякие истории. Вот город, это бедный район Праги. Здесь живет очень много людей с усовершенствованными частями. Как видите, здесь полно полиции, потому что все в напряжении. И они следят, чтобы все было спокойно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Счастью, наши документы в порядке. Но поскольку он доработанный гражданин, полиция будет цепляться ко всему, и будет все проверять. Потому что в этом мире полиция ищет любой повод, лишь бы отправить тебя в гетто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот станция метро, и так выглядит разделение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть проход для обычных и для доработанных людей. Если будучи доработанным, вы попрете в проход, для нормальных велика вероятность ареса и проверки документов. Но если вы пойдете по своей, то без проблем доберетесь до нужного района. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как всегда в стиле Деос Экса, вы сможете поговорить со всеми персонажами мира, узнать их истории, о чем-то новом мире, получить какие-то подсказки о новых местах, так что вам решать, как все это узнавать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы уже на подходе к нашему другу Ватславу Колеру, и я покажу некоторые варианты, как к нему попасть. Всегда существует несколько вариантов решения проблемы. Здесь у нас блокада. Давайте посмотрим, что там. Док Ларри! 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 В интересах демонстрации мы укоротили диалог. Но, в общем, вы узнаете, что те полицейские хотят, чтобы им заплатили за проход. И если вы углубитесь в эту вторичную миссию, в зависимости от вашего стиля, вы можете либо увидеть короткую 15-минутную историю, или же можете копать глубже и глубже, и поучаствовать в событиях, занимающих час, или, может, даже и больше. Вы узнаете, что полицейские липовые, что они вымогают деньги у доработанных, и вы сможете повлиять на ситуацию. Мы отправляемся к правой стороне полицейской блокады, и, кажется, тут назревает еще один конфликт. Посмотрим, что там. Кажется, это те гангстеры, о которых говорил наш друг. И поскольку шумиха нам не нужна, мы поищем другой вариант. В Mankind Divided мы хотели акцентрировать внимание на аспекте исследования игры и на огромном разнообразии возможностей. Например, отсюда видно квартира с мигающим светом. При желании туда можно попасть, как и обойти блокаду, на которую мы наткнулись, и попасть к нашему другу без каких-либо проблем. Это пример, как мы можем использовать разнообразие окружающего мира. И теперь мы можем добраться до нужного места. В зависимости от установленных дополнений, вы можете добраться, куда вам нужно, без использования окружения. Все зависит от вашего построения Адама Дженсона. От способа исследования мира и возможностей вы сможете добираться в разные места по-разному. Или вообще не сможете туда попасть. Как видите, здесь что-то произошло. Сегодня мы не будем исследовать эту миссию. Но играя, вы поймете, что произошло с этими людьми. В игру вернулось хакерство. Как и в Human Revolution, вам нужно добраться от одного края к другому. Но в этот раз системы будут лучше защищены. Но в этот раз системы будут лучше защищены. Придется обходить ловушки. Но у вас будет больше софта, чтобы пройти эти моменты. Я могу сказать, что в этот раз уклон геймплея будет сделан в тактическую составляющую. И он потребует больших навыков от игрока, чтобы что-то взломать. Продолжим путь к нашему другу Коллеру. И да, Адам Дженсен обожает вентиляцию. Исследование всех уголков карты очень важно, потому что вы можете найти много интересного. Множество секретов. И только что мы нашли карманный секретарь. Сегодня мы открывать это не будем. Но в этих устройствах могут быть пароли и прочая инфа, позволяющая пройти секретные места, попасть в которые практически невозможно без них. Вот мы обошли первых гангстеров и полицейскую блокаду. И так мы приблизились к нашей цели. Это книжная лавка Коллера «Машина времени». Гангстеры пытаются его найти и переворачивают там все, пока он прячется где-то в здании. Они пытаются выкурить его, потому что, скорее всего, он должен им денег. Это «Смарт-Вижн». Вы видите, какое оружие есть у врагов, какой лут, есть ли у кого карманный секретарь, сколько у кого патронов. Это понравится тем, кто любит тактические маневры и выбирает, кого стоит атаковать первым. И так далее. Сегодня мы не пойдем через главную дверь, потому что нам не нужна шумиха. Мы используем невидимость. Я говорил о разнообразии, вроде вертикали. То есть, если вы прыгаете с высоты, то произведете много шума. И враги могут его услышать, даже если вы используете невидимость. Несмотря на то, что они не видят вас, они смогут услышать, поэтому стоит объединять разные улучшения, чтобы воспользоваться ими в нужной ситуации. Как и в этом случае. Помимо того, что вас не видят, так они еще и не слышат вас. Идеальный стелс-агент. Можете проводить захваты, смертельные или нет. Теперь их можно делать из укрытия. Мы ушли от главного входа, чтобы другим способом добраться до нашего друга. Здесь вход для доставщиков, но дверь закрыта. Поищем другой способ, как попасть внутрь. Кажется, мы можем открыть это место крыши. Важно то, что у таких мест, как и эта книжная лавка, всегда есть несколько способов, как пробраться внутрь. Чтобы у вас все получилось, нужно внимательно присматриваться к окружению. Сейчас мы воспользуемся рукой Тесла-пушкой. Это новое улучшение Адама Дженсена. Оно позволяет вырубать врагов несмертельным ударом. Оно позволяет вырубать врагов несмертельным зарядом. При полном апгрейде вы можете вырубать до четырех врагов за раз. Это интересная штука для любителей проходить без смертей. Обожаю котят. Вот станищий ствол. Как вы сейчас увидите, он схож с Тесла-пушкой. Но он стреляет по одной пуле за раз, и нужно быть очень близко к врагу. В зависимости от вашего стиля игры, вы можете либо обзавестись Тесла-стволом, либо оставить очки для других улучшений и положиться на станищество. Здесь мы могли забраться на второй этаж с помощью этого стеллажа, но для сегодняшней презентации мы воспользуемся другим способом. Использовали ствол с глушаком. Он очень тихий и смертельный. Это оружие стреляет нано-лезвиями. С его помощью вы сможете очень быстро и почти бесшумно убивать своих врагов. Также вы сможете проапгрейдить эту пуху, чтобы заряжать нано-лезвие. Оно будет взрываться после выстрела через пару секунд и вырубать несколько врагов за раз, потому что у него круговая область поражения. Мы уже близко к нашей цели. Сейчас мы воспользовались гранатой с токсичным газом. Пострадают все враги в радиусе поражения. Этому щелу повезло, но мы исправим это. К счастью, у Адама Дженсона есть улучшение, благодаря которому газ на него не влияет. Иначе мы бы тоже корчились на земле. Мы добрались до офиса Коллера. Мафия тут все перевернула, но так и не нашла, как попасть в секретное место. Дженсен! Благодарю Богу! Я в доме в доме! В самом начале я говорил о читабельных материалах, и вот один из них, газета. В них пишут разные истории, и некоторые там появляются после ваших достижений во вторичных миссиях или важных битвах. Здесь все наши узколобые друзья не обратили внимания на эту странную красную книгу. Кажется, Коллер в восторге от всяких улучшений. Вот лаборатория Коллера. Я вам говорил о секретах. Вот еще один пример. Вот и все на сегодня. Надеюсь, вам понравилась данная демонстрация. Игра выходит 23 августа. Не забывайте ставить пальчик вверх и подписываться на наш канал.